Хочу поговорить о том, что произошло в Беларуси, все-таки, учитывая гигантский опыт Якова Ильича, профессиональный. Яков Ильич, возьми себе микрофон, попробуй, чтобы тебя было хорошо слышно. А как, вот что произошло в Беларуси? Вот я имею в виду не только стран, ну, скажем так, то, как работали белорусские чекисты, то есть вход в квартиру, у меня много вопросов к этому есть, но и общая ситуация. Общая ситуация, если судить по тому, что человек оказал вооруженное сопротивление властям, то общая ситуация говорит о том, что такие эксцессы уже готовы. То есть то, о чем предупреждали и то, с кем призывали, вероятно, это существует. Потому что человек обычный, вроде бы нормативный человек, использует огнестрельное оружие, причем совершенно не стесняясь, и стреляет на поражение и еще снимает это на пленку. То есть если это снимает на пленку, значит это предназначено к какой-то демонстрации. Все те вещи, которые были, те все те эксцессы, которые были, до сих пор, включая случаи в Москве, я думаю, они уже подходят к логическому этапу, когда данные и результаты всех расследований, хотя даже промежуточные, уже можно положить на стол, чтобы люди знали, как, к чему это идет. А само, что произошло, ну, я не знаю, это уже они сами должны расследовать, потому что, начиная от входа в квартиру, кончая экипировкой, поведением, все было совершенно противоположным тому, что принято у нас в Израиле. В Израиле сколько раз видели и показывали в таких ситуациях действовать совершенно по-другому. И вход в квартиру совершенно другой, и не так взламывают двери, намного более... Я не понял, почему они вообще стояли в проеме в момент работы с двери, ну, стрелял бы тот через дверь, ну, сразу были бы трупы. Люди без бронежилетов, люди без щитов, люди без прикрытия, то есть, если идут первые с бронежилетом в экипировке и со щитом, следующие за ними, количество и качество огня было совершенно, так сказать, мизерное по нашим стандартам, потому что как только открывают огонь, то шквальный огонь идет. И то, что меня поразило, в отличие от нас, то, что люди остановились и замешкались. У нас в такой ситуации сразу идут вперед. Сокращая дистанцию, сразу идут вперед под непрерывным огнем. Оттащить раненого — это параллельно за следующий вагон. Ты иди вперед, иди вперед и продолжай. То есть огневой вал идет вперед, а за ним уже идет эвакуация раненого. Сократить дистанцию, как можно быстрее выйти на террориста, на того, который стреляет. И дальше уже по обстоятельствам или обезвредить его, или ликвидировать, это уже ясно совершенно. Но тут все было наоборот. Ни темп передачи, ни операции, ни экипировка, ни дислокация, ни вход в квартиру, ни взлом двери. Ничего не подходило, потому что у нас, как правило, делают это спецподразделения. Так что я даже не знаю. С пистолетами на это не идут. То есть так, как оно было показано, это... Ну, даже полиция так не делает, потому что в полиции для таких случаев всегда есть особое подразделение, которое там занимается. Я только что говорил с моим очень близким другом, занимающим очень высокую должность в одной из правоохранительных структур, которая каждый день борется с террором. Он беседовал вчера с коллегами из Белоруссии, но они разбирали. Ну, у нас так не работает. То есть у нас сейчас это невозможно. Он относится это к тому, что хотя Альфа Белорусская очень высокопрофессиональная, считает, что ребята, ну, скажем так, большое количество адресов отрабатывали, поэтому расслабились. Но все остальное они сами не могут понять. То есть наши просто все время на войне. И в этом плане уровень реальной подготовки всегда отличается от того, как себя человек ведет на тренировке и того, как наработка в реальном бою. Ну, вероятно, тут ясно, что... Как они говорят, ты падаешь на уровень своей тренировности. Не инстинктов, а на уровень своей тренировности. Вероятно, кто-то решил, так сказать, сделать это спустя рукава. Не относясь серьезно. Неправильно оценив ситуацию, неправильно оценив возможное развитие событий, и отнес спустя рукава, как будто это обычное задержание. Проверка документов в квартире, ну, там, допустим... Ну, тогда ты не взламываешь дверь. То есть ты уже понимаешь, что тебе собирается какая-то сопротивление, когда дверь не открывают, и тебе надо ее открывать. Если дверь не открывают, и надо взламывать, ее так не взламывают. Конечно. Это слишком грубо, слишком непрофессионально. Есть инструменты довольно простые для Беларуси, это не проблема. Дверь открывается намного быстрее, и не таким варварским способом, нет проблем. Теперь я хочу идти, надо будет одеть наушники, чтобы услышать выступление некого человека по фамилии Гордон. Послушаем вместе. Поставьте, пожалуйста. Ребята, вы готовы? Не евреями. Большая часть революционеров, историю революции я очень хорошо изучал, была, к сожалению, не евреями. Но я тебе не устал. И это именно евреи устроили массовый террор в России. Это именно евреи устроили массовый террор в России. Это именно евреи придумали концентрационные лагеря. Именно евреи придумали концентрационные лагеря. Именно евреи ставили у истоков ЧК. Это благодарит от лица украинского народа. Это именно евреи ставили у истоков ЧК и массовое истребление людей, говорит человек по фамилии Гордон. Ну, тут несколько уголовных преступлений. Ну, то, что все это ложь, это не надо доказывать, все документы говорят. То, что евреи в этом участвовали, как и все другие. Решающая роль была не евреев в этом отношении. То, что это как две капли воды, то есть слово в слово, повторяет нацистскую пропаганду и бандеровскую пропаганду, это одно к одному. Запространение нацистской и бандеровской пропаганды – это уголовные преступления во всем мире сегодня. Ну, это товарищ, да. То, что это пропаганда направлена на разжигание расовой ненависти, это однозначно. То есть он практически говорит, вот, те, и причем это по времени, когда это было интервью, вчера? Несколько дней назад. Ну, как раз. Ну, накануне годовщины Бабьего Яра. Или накануне того, что происходило. То есть он практически говорит, эти народные патриоты, которые установили справедливость во Львове или в Бабе Меру, они просто-напросто делали то, что они должны были делать, чтобы очистить страну от этих элементов, которые пролили столько крови. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...